Здравствуйте! Вас беспокоит тренинговый центр основы успешного сотрудничества. Мы бы хотели... Ну, я сразу трубку и повесил. Невежливо, я знаю. Это их работа и всё такое. И пару месяцев назад я бы с радостью выслушал девушку и не с меньшей радостью вежливо отказался от услуг её компании. Но теперь, пожалуй, это действительно мания преследования. Коллеги рекомендуют мне съездить на пару деньков в санаторий. Но чёрт бы меня побрал, если он не называется «Отдых, умиротворение, спокойствие». А такое название возвращает нас к нашим баранам. За сегодня мне позвонили трижды. Не то чтобы я был очень занят, и я хочу спокойно доесть свои полуфабрикаты перед ящиком, а не развлекать всяких олухов. Кроме того, тут что-то явно нечисто. Сначала отменные угощения от Сэма. Мало им было завалить мой почтовый ящик листовками. Сегодня они решили позвонить. Ребята, ваша вывеска безвкуснее вашей еды и болтается прямо перед моим окном. Не надо мне названивать. Тем более, еда у них дрянь. Зашел как-то раз, так проклялся на свете. В первую голову их. А на следующий день они расширились, и новая точка аккуратно против работы. Проклятья на них, кажется, просто не действуют. Ну да ладно, это полбеды. Звонок от общества утиной стрельбы вообще можно не считать. Он повторный. В первый раз они звонили еще неделю назад, когда все это началось. Что началось? Ха, вы еще не заметили? Оус, оус, оус. Ничего мне эти парни не могут сочинить? Или оригинальнее? Или это у них акция такая? Доведи лоха до ручки? Или думать даже не хочу, что еще это может быть? Я искал, конечно. Все фирмы настоящие, и владельцы у них разные, и дела на отличненькое, и обзвон они действительно проводят. Только вот никому не звонили все сразу, да еще и подряд. Кому расскажешь, прозвучит как абсурд. Послушайте, мне все время звонят. И аббревиатура у всех звонивших одна. Ну, первые буквы, то есть. Что? Зачем записывал первые буквы? Ну это и упекут меня в дурку. Даже не удивлюсь, если называться она будет Обиталище умственно сломленных. Брррр. Хотя, может, я и правда двинулся. Пойду прогуляюсь. Только на улице не особо лучше. Решил в магазин зайти. Неплохой магазинчик, и вывеска у них такая веселая, яркая была. Пришел, как раз демонтируют. От гастроном открыт круглосуточно, только гастроном и остался. Плохи, видимо, у ребят дела. А жаль, хорошее место, недорогое. Теперь-то они цены заломят. В общем, одно расстройство. Возвращался домой, так на меня чуть грузовик не наехал. Я присмотрелся. Окунь, угарь, суши. Служба доставки, блин. Сосед, наверное, заказал. Мажор. Суши. Все же знают, что правильно суси. Сих больше нет терпеть. Нафиг, думаю, это все. Возьму путевку, съезжу в санаторий, как бы он там ни назывался. А то действительно, до желтого дома недалеко. Хотя там-то они от меня точно отстанут. Верно. Субъект положительно воздействует на функционирование любой организации, в отношении которой он испытывает негативные эмоции. Продуктивность деятельности такой организации непременно улучшается. Всегда наблюдается увеличение общей производительности труда. Положительные эмоции вызывают обратный эффект. В настоящее время рекомендуется создать в сознании объекта смутный негативный образ фонда. Использование субъекта для сдерживания враждебных фонду организаций строго запрещено.